Где-то два месяца назад под давлением Запада на Украине решили произвести решающую контрнаступление на наши позиции, которое должно было показать, что украинские вооруженные силы способны нанести нам поражение. С тех пор они понесли огромные потери. Должен сказать, что они не продвинулись никуда. Были взяты где-то одна, две, три деревни, которые сейчас отбиты. При этом потери украинских вооруженных сил сейчас составляют где-то до 700-800 человек в день. За месяц они потеряли, за два месяца вернее, они потеряли 46 тысяч военнослужащих. Это огромная, огромная цифра. И мы видим, что контрнаступление украинских вооруженных сил сейчас не дает никаких практических результатов. Потеряно огромное количество своей техники, западной техники до 30%. В то же время, то, что происходит на фронте сейчас, я могу сказать, что российские войска в северной части Луганской области продолжают занимать те позиции, которые раньше занимали украинские войска. То есть наступление скорее ведется именно там. К сожалению, при таких огромных потерях никакого результата не происходит. И мы считаем, что контрнаступление практически на этом закончилось. Сейчас Украина находится в таком положении, когда она живет фактически на содержании у Европейского Союза и Соединенных Штатов в первую очередь. Что касается снабжения вооружений, то чем дальше будет продолжаться накачка вооружениями Украины, тем дольше будет длиться конфликт. Вместе с тем, я хочу обратить внимание на то, что человеческий ресурс на Украине очень быстро изнашивается. Сейчас там практически половина того населения, которое было где-то до 2014 года, когда начался конфликт. И в этом плане, как только, я уверен, прекратится поставки вооружения из США и Европы на Украину, вот с этим самому киевскому правительству придется конфликт заканчивать. В Великобритании вместе с Соединенными Штатами Америки начали делать из Украины так называемую антироссию гораздо раньше. Это началось достаточно давно, наверное, где-то еще до 2014 года, когда произошла Майданная революция на Украине. В Великобритании начала тренировать и осуществлять военную подготовку украинских военнослужащих с операцией «Орбиталу» так называемой. Затем тренировки эти были и подготовка была продолжена на территории Великобритании. Она играет основную роль здесь, среди европейцев. В то же время, конечно, та помощь, которая идет со стороны Великобритании, она несравнима с Соединенными Штатами. Здесь совершенно не те финансовые возможности. Но она стремится быть везде первой по части организации компаний по продолжению вот этой накачки вооружениями. Так было с танками, например. Она объявила, кстати, первыми, чтобы повезти за собой другие страны, а первыми объявила о том, чтобы поставить танки «Челленджер-2» на Украину. Кстати, они нигде еще в военных действиях не участвовали практически, даже не знаю, где они сейчас. Но вот эта негативная роль в Великобритании, она, конечно, отражается на всем конфликте. Они здесь то, что мы называем «запивалые». И во многом инициаторы продолжения конфликта. Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят. Есть ли зазор в позициях между Европейским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами? Нет. Сейчас, как мы понимаем, Европейский Союз практически полностью обслуживает интересы Соединенных Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям. Я бы сказал, уже трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского Союза. Это примерно одно и то же. Обе эти организации слились вместе с политикой Соединенных Штатов в том, чтобы нанести России как можно больший ущерб, изменить баланс европейской безопасности в свою пользу. Украинская экономика, и вот это надо иметь в виду, очень сильно пострадала в результате вот этой антироссийской линии борьбы против русских на Украине и борьбы с Российской Федерацией на поле боя. Спад экономики на сегодняшний день, головой внутренний продукт, ВВП, 34%. Инфляция составляет 40%, это огромная цифра совершенно. Спад промышленности где-то порядка 34% промышленного производства. Сельское хозяйство в районе 30-35%. То есть на треть всего в производстве не хватает. В настоящее время половина бюджета Украины оплачивается внешними игроками Соединенными Штатами и Евросоюзом, Великобританией, всем коллективным Западом. Что происходит у нас, это совсем противоположная вещь. В начале 2022 года нам предсказывали крах в экономике. На самом деле за год она снизилась на 2%. Мы решительно перестроили экономику, хотя действительно санкции повлияли, поскольку Европа была нашим крупнейшим торговым партнером. Пришлось переориентировать торговлю на восток, на юг. Пришлось переориентировать инвестиции. И сейчас я могу сказать, что в этом году мы ожидаем роста нашей экономики где-то на 1,5-2%. Это рост. При довольно умеренной инфляции в 5%. Это немного. У нас сильно взросли инвестиции внутренние, 6%. И мы сейчас занимаемся переориентацией инвестиций и экономикой, возрождением тех отраслей, которые были у нас раньше. Самолетостроение. Мы совсем забыли за последние годы о том, что у нас был при Советском Союзе. Автостроение автомобилей, то же самое. Мы поднимаем новые отрасли экономики. И есть все основания ожидать, чтобы в результате этих изменений в нашей экономике произойдет довольно серьезный рывок в ближайшие годы. Зерновая сделка мы заключили где-то год назад состояла из двух частей. Один – это так называемая Черноморская инициатива поставки зерна с Украины. Должны были идти в Африку, но пошли в основном в Европу и развитые другие страны. Вторая часть этой сделки – это был меморандум взаимопониманий, заключенный между Россией и ООН, который предусматривал набор условий, при которых бы снимали препятствия для поставок российского продовольствия, зерна и удобрений. Это очень важные условия. Их довольно много было, надо прямо сказать. В основном они заключались в том, чтобы снять препятствия на фракт судов, на страхование судов, на поставку запрет на поставку запасных частей для сельскохозяйственных машин, которые работают на территории России. Очень важно также было обеспечить нормальное финансовое обеспечение этих сделок через систему SWIFT для российских банков. Ничего из этого выполнено не было абсолютно. ООН не имело возможности воздействовать на Европейский союз, который ввел санкции, ни на Соединенные Штаты. Вот поэтому мы имели все основания для того, чтобы выйти из сделки до тех пор, пока наши условия не будут выполнены. Кстати сказать, еще одно условие – это была поставка удобрений через аммиакопровод, аммиакфертилайзер из Тольятти в Одессу. Так украинская сторона просто его взорвала, и все, поэтому здесь ничего не могло получиться. Тем не менее, мы за вот эти прошедшие месяцы несколько приспособились к возможностям вывоза российского зерна. И вот недавно была сделка с Египтом, по которому мы поставили 300 тысяч тонн пшеницы в Египет по цене, которая находится на низшем горизонте рынка. И мы будем продолжать эти поставки. За прошлый год мы поставили где-то 11 миллиардов тонн, из них много пошло, в Африку в том числе. За эти первые полгода мы уже поставили 10 миллиардов тонн, и будем продолжать заниматься именно с теми странами, которые испытывают в этом большую потребность в основном в Африке. Не как вот эта украинская часть зерновой сделки, все зерно пошло в Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, и сейчас там введен запрет на поставки вот этого зерна. Понимаете, здесь огромный дисбаланс происходит. Мы все-таки за справедливое решение этого вопроса. Не надо преувеличивать значение вот этих компонентов Вагнера на фоне российской армии. В общем-то, это был коммерческий проект одного человека, который получил государственную поддержку на первоначальной этапе. Действительно, частная военная компания внесла значительный вклад, например, при штурме города Артемовска, он же Бахмут. Но затем, как я понимаю, организаторы почувствовали, что они такие сверхлюди. И, в общем-то, решили, что они не будут подчиняться Министерству обороны, как и требовало того и закон, и Министерство обороны. Плана у них большого не было. Они просто хотели создать даже не революцию, а, в общем-то, небольшое восстание. Поэтому всерьез рассматривать это как противостояние двух сторон не имеет смысла. Это небольшой эпизод в этом конфликте, который, к счастью, закончился практически бескровно. Организаторы, насколько сейчас идет следствие, как я понимаю, организаторы отстранены. Отдел солдат, которые служили в составе Вагнера, они получили другие задания. Часто из них влилось в вооруженные силы российские, часто занимаются чем-то еще. Но преувеличивать этот фактор, этот эпизод, небольшой, собственно, эпизод. Президент квалифицирует как предательство, действительно. Ну, когда во время войны занимается такими вещами, это очень опасно всегда. Но, тем не менее, я думаю, что никаких повторений, как вы говорите, такого даже представить себе невозможно. Би-Би-Си и другие западные агентства, пресса британская, они ищут исключительно негатив в любом вопросе. Вот опубликовал Всемирный банк данные по росту экономики в России. Тут же появились статьи, что это истощение, что экономика после этого свалится опять России в пропасть и так далее. Так же и с Вагнером. Они не пытаются разобраться в вещах, ищут в любом моменте. Это уже продолжается несколько лет. Это как вот здесь три с небольшим года. И каждый раз я читаю только отрицательной черной краской помазано все, что происходит и все, что связано с Россией. Мы, конечно, оценим усилия всех, и в том числе африканских государств. Я знаю, что представитель Египта был в составе делегации африканских государств в Москве. Есть китайская инициатива. Все это позитивно. Но пока здесь нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса. Я вижу только два выхода из этого кризиса. Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и вот если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством. Вот это самое страшное, потому что восстанавливать ее потом будет просто некому, и соответственно это не будет. Или же действительно будут реалистичные мирные переговоры. Мы не знаем, что сейчас было в ЖИДе, пока у нас такой информации нет. Вроде бы там обсуждали инициативу Зеленского, которая является совершенно не реалистичной. Она состоит примерно в том, что мы должны уйти со всех территорий Украины, оставить на произвол судьбы русское население, поскольку туда сразу двинутся украинские войска, и это будет кровавая баня. Мы должны выплатить огромные репарации Украине и сдать своего президента некому международному трибуну. Конечно, на такие договоренности мы никогда не пойдем. Инициатива должна быть реалистичная. Она должна быть такой, что Украина больше не представляла бы угрозы для России. То есть она должна быть нейтральным, безъядерным государством, как это собственно записано в Конституции. Кроме этого, должны быть обеспечены нормальные условия для русскоговорящих, для России. И, конечно, должны быть признаны, как я понимаю, те территориальные реалии, которые, собственно, сейчас и имеются. Мы в отзначительной степени обеспечили дельмитаризацию Украины. Огромное количество техники украинской уничтожены. Сейчас они воюют уже чужими средствами, но пока еще своими силами. Здесь компромисса быть не может никакого. На этих территориях был проведен референдум. Подавляющее большинство населения на этих территориях высказалось за то, чтобы войти в состав Российской Федерации. Теперь эти территории закреплены в нашей Конституции. Остается, собственно, вопрос о том, чтобы осуществить полный контроль на территории тех, которые вошли в состав Российской Федерации. Вот, собственно, и дело. Понятно, что обратного хода здесь быть уже не может. Дело в том, что Украина терпит поражение сейчас на поле боя, в своем контрнаступлении, это понятно. И она в значительной степени сконцентрировалась вот на этих террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России. Да, действительно, долетели несколько дронов, они не принесли какого-либо ущерба Москве или другим городам. Пострадали наши населенные пункты вблизи украинско-российской границы, действительно. Там есть жертвы и среди населения, это происходит. Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное, как терроризм. Российские войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, они наносят исключительно по военной инфраструктуре Украины. Да, бывает сопутствующий ущерб, здесь никуда не деться. Тем более, что Украина размещает свои средства противовоздушной обороны внутри населенных пунктов, что запрещено, кстати, городскими конвенциями. Что касается развития конфликта по такому эскалационному сценарию, он действительно зависит в основном от все больших поставок вооружений со стороны Запада. Вы правы, когда говорите, что России приходится вести войну не только с Украиной, но и в определенной степени с коллективным Западом, в основном противостоя поставкам этих вооружений. Но здесь есть тонкая грань, которая может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в Третью мировую войну. И где-то надо Западу остановиться в своем снабжении Украины и занять реалистичную позицию. Та стратегия, которая была избрана Западом, она ошибочна. И когда в Лондоне, Вашингтоне, Брюсселе осознают, что они совершили огромную ошибку, вот тогда разговор, а мне кажется, этот срок приближается, вот тогда разговор будет другим. Многое будет зависеть от той линии, которая будет избрана на Западе в отношении поставок вооружения. Мы слышим многие голоса, которые все больше и больше не соглашаются с тем, что происходит. По вопросам в Соединенных Штатах, там растет процент, который считает, что больше не следует помогать Украине. Но и бросить они Украину в таком состоянии, мне тоже это понятно, не могут. Это как огромный корабль, который шел определенным курсом. Развернуть его теперь довольно трудно. Я бы не хотел здесь обозначать каких-то красных линий. Это не тот конфликт. Он действительно оказался затяжным, при задействии огромных ресурсов со стороны Запада. И здесь временных параметров четких нет. Хотя многие эксперты предсказывают, что где-то к весне следующего года в США начнется президентская кампания новая. И здесь много факторов, которые могут повлиять на эту ситуацию. Даже в Польше и то там в следующей осени будут выборы и все такое. Поэтому будем посмотреть, как будет развиваться ситуация политическая. Сейчас понятно, что контрнаступление Украина произвести не может. Напротив, мы наступаем в некоторых местах. Помощь эта будет продолжаться в таком объеме или нет? Большой вопрос, все больше вопросов. Похоже, нет. И мы знаем, что определенное давление появляется на Украину с тем, чтобы она начала мирные переговоры, которые сама себе запретила. У нас конфликт с правительством, которое заседает в Киеве, который проводит антироссийскую политику. Но мы нормально относимся к народу Украины. В том, что касается вот этих разговоров о похищении детей, это здесь абсолютная неправда. Дело в том, что в Россию уехало 6 миллионов, от 5 до 6 миллионов украинских беженцев. Они находятся там, в России. Конечно, здесь много семей уехало вместе с детьми. Это естественно. Часть детей пришлось эвакуировать, поскольку они находились в детских домах, кер-хаусах, без родителей и были близко к линии фронта. Затем, это примерно порядка 2 тысяч детей. 2,5-2,5 тысячи детей. 2 тысячи из этих были возвращены обратно, когда стало понятно, что им не угрожает опасность тем детским домам, которые находятся в Донецкой и Луганской области. Но порядка 400 детей мы не могли возвращать обратно, потому что их детские дома были близко к линии фронта. Обстрелы продолжались. Поэтому они действительно размещены у нас. Но где здесь преступления? О чем говорит спецпрокурор Международного уголовного суда, хан господин Хан? Это полная ерунда. Сафир Андрей, спасибо вам за вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!